Добрый вечер! Почувствуйте чудесную волшебную атмосферу, предвкушение, ведь сцена именно то место, где рождается чудо. Актер открывает свое сердце и творит искренний мир переживаний, волнений, чувств, а зритель зачувствует и переживает. И вот эта грань между зрителем и актером сцены стирается и рождается чудо, настоящая жизнь. Наши бытовые проблемы уходят куда-то на второй план, и мы оказываемся здесь и сейчас. Это ли не чудо? Театр образ — это замечательный коллектив, в котором есть и начинающие актеры. Они сегодня выйдут на сцену в первый раз. Это очень волнительно, и мы должны отнестись к этому с пониманием и поддержать их. Также есть ребята, которые уже многие годы занимаются в этом коллективе. Я бы их назвала уже заслуженными артистами. Театр образ, профессионалами. Мы, надеюсь, получим огромное удовольствие от их выступлений. В этом коллективе, театре, образе, собираются самые, по-моему, замечательные люди. Потому что они, безусловно, талантливые, они красивые, они искренние. И вот эту атмосферу в коллективе, хотя его понимание, открытости, любви, доброты, творит художественный руководитель. Театр образ, педагог, главный режиссер Ирина Викторовна Черняева. АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашаю ее в эту сцену. Лариса, ты так красиво говоришь. Лариса Бердникова сегодня у нас ведущая нашего вечера. И она у нас, кстати, новичок. Сегодня месяц занимается. И уже такая воскресенье. Лариса Бердникова, я вас вижу, дорогие зрители. Очень радостно видеть тех людей, которые мы обходим постоянно. Наш педагоград уже в Белгороде работает 5 лет. И есть у нас постоянные зрители, поклонники, может даже. И спасибо тем, кто в первый раз сегодня у нас. Спасибо, дорогие мои, что вы нас не забываете. И постоянно интересуетесь нашими творческими задачами, успехами. Так как сейчас приближается Новый год, конец года, трениться позвонить итоги, хотелось бы с вами поделиться итогами творческого года образа. Год был успешный. И нас пригласили в феврале на международный конкурс в Санкт-Петербург, международный конкурс «Матикальный мир», где наши ребята выступали с этой пьесы, получили дипломы, грамоты, язык ценный. И также потом с этой пьесой мы поехали в Москву, выступали в доме журналистов. Пьеса тоже имела успех. Затем в июне у нас был большой показ на город «Святак Чехова», комедии и драмы человеческой жизни. Тоже присутствовало у нас управление культуры, представители управления культуры, представители драмтеатра Невещевкина. И наших ребят пригласили через два дня выступать в самом драмтеатре с пьесой Чехова в предложении. Причем в жюри были актеры Чеховского театра. Считаем нашим большим успехом. Далее, затем у нас был такой творческий перерыв. Мы проходили различные психологические тренинги. И в сентябре после летних каникул мы участвовали в совместном мероприятии в доме офицеров. Мероприятие было посвящено Бородинскому фразееву годовщине. И тоже очень успешно ребята выступили. И сейчас хочется сказать, дом офицеров стал нашей основной базой. Пусть нас пригласили, и Дивана, директор, большое ей спасибо. Она нам выделила сцену теперь уже не только для показов, но и для репетиции. То есть теперь у нас и подростковая группа занимается репетицией здесь на большой сцене, и в сроке возникает два раза в неделю до четверга. Поэтому теперь наши показы будут гораздо чаще. У нас уже план такой на следующий год, на полгода расписан. Каждый месяц у нас будет выступление. Почему опять сегодня у нас Черхов? Почему мы вновь обращаемся к загадке Афона Павловича Черхова? Сегодня спектакль такой по мотивам произведений Черхова «Комедия жизни» можно назвать «Троби комедии». И мы на прошлом показе говорили, что Черхов вечен, что его творчество является вкладом в геноконку нации, что каждый человек российский, он чем-то похож на какого-то героя Черхова. То есть в каждом из нас есть какой-то герой. И вот мы, сколько бы ни работали над Черховым, как бы ни анатомировали, как принято называли театральное искусство, ни анализировали произведения, мы все время удивляемся, насколько он еще не проявлен до конца, насколько его творчество глубокое. И вот сегодняшние наши произведения, которые мы предсказали вашему вниманию, мы тоже очень глубоко анализировали, доработали над образами. И что нас удивило, почему действительно Черхов очень современен и очень актуален, все его произведения, так глубокие нужды. Но вот сегодня такое особое время, время, как говорят, развития сознания, время пробуждения сознания, сейчас часто ее мы расслышали, многие говорят о пробуждении, многие говорят о просветлении, многие говорят о том, что нужно формировать новое мышление. И вот один из таких важных функций для того, чтобы начать эффективно действовать в этой жизни, это быть в настоящем моменте. Ну, многие, наверное, читали Экхарта Толли, да, «Сила настоящего момента», вот, еще его хорошая книжка «Новая земля». И там говорится о том, что все проблемы человека в том, что он живет либо в прошлом, либо в будущем. То есть люди не умеют ценить настоящий момент. У них постоянная какая-то тревожность, внутреннее беспокойство. Они не могут быть здесь и сейчас. И часто вот из прошлого ставят задачи на следующее. И поэтому поступления происходят на одни и те же граммы. И вот Чехов, оказывается, в своих произведениях несет скрытый призыв своим героям начать жить сегодня, начать менять свою жизнь сегодня. И еще встречать изменения в жизни. То есть, если идут какие-то изменения, не применять свои старые схемы, старые схемы мышления, какой-то не использовать свой негативный опыт, а начать идти в приятие ситуации. И тогда будут происходить удивительные изменения. И вот сегодняшние герои, если мы посмотрим, которых вы скоро увидите, один, еще бедный человек, что люди живут умом, не сердцем, а живут из ума. Из ума принимают решения. И вот сегодняшние наши герои. Один из ума невесту искал, ничего не получилось. Другие там от ума хотели дочь выдать замуж. Получилась неудача. Третий герой из ума включил там свои старые принципы. Получилось пропащее дело. Дальше. Женские героини, там, есть и ехель, есть и медведь. Они не видят жизни сегодня. Вот об этом говорит Чехов. Дальше. И вот если посмотреть на единственного героя, обаятельного героя, есть и медведь, то только он один. Жил вроде умом, там имел принципы. И только когда он в настоящем моменте начал прислушиваться к своим чувствам, отбросил старые схемы мышления, и тогда он приобретает и любовь, и становится счастливым. Действительно, нам всем надо начать жить в настоящем моменте, ценить его и жить из сердца. И еще также у нас будет одна пьеса, называется «Размазня», где Чехов показывает, что люди недооценены сами собой. И вот говорят, что секрет жизни человека заключается в том, чтобы прийти к любви к самому себе. И вот так есть. Мы видим тоже здесь такую главную задачу, чтобы человек, прежде всего, начал сам себя уважать, потому что к нам относятся так, как мы относимся к себе. Поэтому мы в благодарности к обществу Чехова будем учиться жить в настоящем моменте, будем любить и принимать себя, и будем жить из сердца. Дура или капитан в отставке. А, впрочем, нежели к живым, как раз, с точки зрения, Иван Николаевич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не жена, то ты и грошами одного не стоишь. Кто не жена, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмем хоть меня, например. Я человек образованного класса, Риньба, чин вот тоже, и орден. А что с меня тут? Кто я такой, ежели взглянуть на меня с точки зрения? Бабы. Синоним какой-то, и больше ничего. Все уже поженились давно, деток завели, А я все один да один, как в романте это. Окончен вечер, и гаснет свет, И никого со мною рядом нет, Как и в жизни моей, Хоть бы какую-нибудь завалящую невесту. Зачем завалять, партия? Предпорем благородстве, да предпорить в таких качествах, За тебя не завалящее пойдет, да с деньгами. С деньгами мне не надо. Я не имею такой подвости, чтобы на ней как жениться. Я сам деньгами имею, И желаю, чтобы не я, Женя, хлеб ел, а она мой. Ежели бедную возьмешь, Она тебя будет чувствовать и понимать. Во мне нет настолько эгоизма, Чтобы я ей заинтересовал. Она действительно, батюшка, Иная бедная по красивой богачке будет. Красоты мне тоже не надо. Чего она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе. Мне нужны доброта, крутость, невинность эдакая. Я желаю, чтобы жена меня уважала, почитала. Да как же я тебя не почитать? Я же ты и законный супруг ей. Образования мне нет, Шойер. Постой, не перебивай. Образованное мне тоже не надо. Без образования нынче нельзя, это конечно. Но образование разное бывает. Приятно, конечно, ежели жена с тобой по-французски, По-немецки там на разные голоса. Очень приятно. Но что с этого толку, Ежели она, положим, не может тебе куговки пришить? Я человек образованного класса, Принят везде. С днязем понедельяным Могу сказать все одно, что вот с тобой теперь. Но у меня простой характер. И девушка мне нужна, простая. Ума мне не надо. Ум в мужчине имеет вес. А женское существо Может и без ума обойтись. А ну верно, батюшку, Про умных нынче в газетах писано Никуда не ходят. Дура. Дура и любить тебя будет. И чувствовать, какого ты звания человек. Страху не будет. А умная будет хлеб твой кушать, Почувствовать она этого не будет. Дуру мне ищи. Да ты знай, дуру. Есть такая напрягет. Разные есть у меня на примете. Дур там много, Така все умная дура. Укаженная дура в свой ум. Тебе совсем дура? Есть у меня одна дурочка на примете? Да не знаю, понравится ли. Купеческого звания она. Пять тысяч приданно. С собой не то, что некрасиво. Да, и то не все. Буденькая, тонюсенькая, Ласковая, деликатная, Доброты и страсть сколько. Последняя отдаст, Тишина, кто попросит. Ну и кроткая, Мать ее заволосье, А она хоть бы себе писала. Ни словечка. И в страх меня родителей вложит, И в церковь ее водит, И по хозяйству, если что. Ну это самое. Не осуди ты меня, батюшка, Грешник за мои суждения. Не в себе она. Дура. Бывает. Молчит, молчит, Как убитая молчит. Сидит. Молчит. Да как вскочит, прыг! Словно ты ее девятком ошпарил. И давай, малыш, И мелет, и мелет, и мелет, И с концами скажут, И родители такие, И жизнь не такая, И ты еще не такая, И жизнь ее будто заела, И жить ей будто не с кем. Понять, говорит, Вы мне не можете. Сбользовался за нее купец Кошелота. Отказала ведь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Засмеялась он прямо в лицо. И только. Богатый купец, Красивый, Элегантный, Словно молодой офицерик. Абоварь возьмет, Какунина есть дурацкую книгу, Пойдет в чулан, И давай читать. Ну, Эта дура не подходит мне Под категорию. А пока, Баджур, матушка, Пойду по своей холостястой части. Что, кстати, На невесту зайду в субботу. А тебе того По холостясткой части Не требуется? На сцену Выходит София Кумяевна. Но она выходит первый раз. Вот я волнуюсь, Вот первый раз она Видно волнение, София передается и мне. Она будет Читать творение Амна Ахмаду В эту ночь Мы сошли Амна Ахмаду Моей для меня Непонятной судьбе. Ты знай, Что приснилась кому-то Священная Эта минута. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Но все-таки О вас не плакет. Потому что О любви. Задавес! АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Петь обстил! А сердечко Аниландру... Ну, чем живешь? Я теперь это ребеночка из воспитательного дома дру. Я кормлю его соской. Мне полтора рубля в месяц дают. Так... Досказываю твой о Кулине новую избу пустая. Стало быть, она вам по сердцу. Счастье ушло о таком. Судьба. Терпи, света. Ну, а значит, прощай. Заболкался я тут с тобою? Мне свечевым мозгом поспеть нужно. Прощай. Ну, а в деревню куда придете? Да не зачем. Треслый никогда не уйду. А от пьяных тебе мало корень. Злоблюсь я, когда пьяных. Прощай. 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 На тебе. Прощайте, Егор Власыч. Егор Власыч! АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня уже говорила, что в театре Украины есть детская группа. Вот сейчас я хочу пригласить ее участников на сцену. Они прочитают восьмую Крылова на Луной Лисеи. Что ли? Ну, знал, преднам, да только все не проб. И в сердце-встерс всегда отыщет уголок. В вороник где-то Бог послал кусочек сыр. На день ворону сгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась. А сыр в борту держала. На ту беду лиса приземлить побежала. Вдруг сыр в беду в лесу остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пенил. Плутовка в деревне на цыду, чтоб подходит. Вертит хвостом, с ворон и глаз не сводит. И говорил, так сладко, чёрт дыша. Голова дыша. Как хороша. Ну, что за шея это, что за глазки. Рассказывает, так правосказка. Какие пёрышки, какой носок. И верно, Ангельский бы должен голосов. Спой сеть, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой гибкий мастерица. Ведь ты у нас была царь птица. Ещё и нас по кваску жила из горла, от радости в заблудых ангель сперла. И на приветливые сицы на слова ворона катнула во всё воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Преодоление страха и голос дрожит. Преодоление страха и голос дрожит. Мешки не играют решающей роли. Они решают всё. Казалось бы, маленькая оплошность разрушает прекрасно задуманный план. А что же делать? А может, это и лучше? Неудачка. Неудачка. Мадышка. Милый. Сегодня к нам в гости приедет господин Щукин. Эй, кто такой-то? Это новый, это наши знакомые. Он мне всё-таки смотришь. Эй, это который в школе работает, что ли? Да он самый. Ну? Пороги, батюшка. Что такое? Доченька всяк, и слилась, и страдалась. Уж, уж замуж ей пора. А женихи все проклятые, сначала золотые горли обещают. Письма пишут. А как жениться, так восстание вертят. Ах ты, Щукин. Ах ты, Щукин. Ничего. Сегодня мы его возьмём, а танцуем. А письма, понимаешь, не пишет. Сосинская такая. Слушай, Микробов, есть идея. Мы с тобой спрячемся, и как только они заговорят о чувствах, то чаша снимает со стены образ и идёт благословлять. А кровь! Благословение образом святует ненарушимо. Не ответит тогда, пускай ему цуку даёт. Здравствуйте, Матригорьевич. Здравствуйте, Матригорь. О, какие люди! Борис Бередиктович. Здравствуйте. Какими судьбами? Наташа, дома. Наташа, дома. Присаживайтесь. Будьте как дома. Будьте как дома. Сейчас мне позовём. Наташенька, доченька. Добрый день, Матригорь. Здравствуйте, Матригорь. Чаю будете? Нет. А почему вы у нас так давно не бывали? Все письма? Да письма мне пишите. Оставьте ваш каратель. Пусть я не писал вам писем. Ну да. Вот я не знаю вашего почерка. Я сразу бы узнала. И какие вы странные. Учитель чисто писания? А будет? Как у куриц. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете? Ну, чисто писание главное не почерк. Главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове, кого на коленях. Да что почерк. Пустой дел. Некрасов писатель будет. А совестно поглядеть, как он писал. За браги и сочинения не показан его почерк. Да кто Некрасов? А ну вы! Вот я бы за писателя с удовольствием прошла. Он бы мне всё время стихи на память писал. Стихи я могу вам писать, ежели пожелаете. Да? И о чём же вы писать можете? О любви, о чувствах, о глазах ваших. Прочтёте, очмеете, слеза прошибёт. Ежели напишу папаические стихи, дадите тогда ручку поцеловать. Хрюй, Господи! Да хоть сейчас целуйте. С твоего посидём, но! Дети, дети мои! Господь благословит вас в день мою! Живите, водите, разлажайтесь! Меня, меня благословляйте! Будьте счастливы! Вы отнимайте мне невестную ночь! Любите её! Любите! Получите! Получите! Ладно ослабляйте! Наташа, ставите по плечу рядом! Паша, давай! 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 Ладно ослабляйте! Ладно ослабляйте! Ладно ослабляйте! Тум! Фотоварная группа! Да, конечно, это Лобрац! Это как видать! Отделей вам больше! Безусловно! Да! Да! Постойте! 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 Стойте! Будьте! 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 Наташа! Аплодисменты! Продолжение следует... 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 Верно? Под Новый год вы разбили семейную чашку в блюдце. Далой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Ну, бог с вами. Где наша не пропадала? Потом, по вашему недосморку, Коля полез на дерево и порвал себе сюрпучок. Далой 10 рублей. Корпичная. Тоже, по вашему недосморку, украла у бары ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалу не получаете. Так, дало еще пять. 10 января Вы взяли у меня 10 рублей. Но я не брала. И меня записали? Ну, пусть. Хорошо. Из сорока одного вычет двадцать семь. Останется... Останется... Четырнадцать. Я раз только брала. Я вашей супруге взяла 3 рубля. Больше не брала. Да? Пишите, у меня и не записано. Далой из четырнадцати три. Останется... Одиндцать. Вот вам ваши деньги, милейшие. Три. 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 Один. И один. Получились. Мерси. А за что же Мерси? За деньги. Ну, ведь я же обобрал вас, черт возьми. Ограбил. Ведь я украл вас. За что же Мерси? Других местах мне и вовсе не давали. Не давали. И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок вам дал. Простите меня великодушно. Я дам все ваши восемьдесят. Вон они, в конверте для вас приготовлены. Ну, нельзя же быть такой кисть рядом. Чего вы молчите? Почему не протестуете? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размысленной? Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДЕВА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой восхитительный вечер! Я на рефлексе, причесался, надушился и... как Дон Жуан сейчас собираю очередь! А она молода, красивая, получает наследство за тридцать тысяч! Любит меня? Как? Кош! Я приехал решить окончательный случай. Пан или пропал — всё зависит над этого вечера. Демитрий Иванович, ну как Вы шестокий? Можно ли так опаздывать? Вы знаете, как я скучал Вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой Вы? Чего же Вы молчите? Чудный вечер такой. Мама, Варвара, здорово! Здорово! Я знаю тебе, Варвара, оборудую. Хочу с вами поговорить. Для этого только и приехал. Я молчал-молчал, но теперь... Слуга опозорнее. Нет сил больше молчать. Да и чего молчать? Как не молчи, как норобейте. А рано или поздно придётся дать волю? Чувствую. Вы, может быть, оскорбитесь, не поймёте. Что? Да... Вы, наверное, давно уже догадались, зачем я в прошлый вечер хожу сюда и с ним пришлюсь в трехлазон его в глаза. Как не догадаться? Вы со свойственной конфлицательностью, наверное, давно уже угадали во мне чувства, как говорится. Здорово, Варвара. Чувствую. Здорово, Варвара. Да говорите же, что Вы меня мучаете? Я... Да что говорите? Понятно и без того. Люблю. Вот и всё. Ужаские любви. Я Вас так люблю, как... Одним словом, соберите все существующие на этом свете романы. Вычитайте все имеющиеся в них признания в любви, клятвы жертвы, и мы поймёте то чувство, которое теперь в моей груди. Того. Порвали по мне. Чего же Вы-то молчите? Что Вам? Неужели? Нет? Почему же нет? Какое счастье. Хорошая для жена, хорошие деньги, хорошая карьера обеспеченная. Теперь надо блеснуть своими крыльями. Порвали. Прежде чем взять с Вас клубок весь моих животных, считаю наисвященнейшим, долгом Вы избежали его общих произойти недоразумения, сказать Вам несколько раз. Я горд. Знаете ли Вы, Варвара Ивана, кто я и что я? Да, я горд. Я честен. Я... Я дружинник. Мало того, у меня есть будущее. Но я обид. Я ничего не обидел. Но я это знаю. Но не в деньгах счастья. Кто же говорит обид? Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые... которые для этого... Понятно. Ну... Я привык к бедности. Мне это ничего. Я в состоянии недельной обид. Но Вы... Вы, которая не в состоянии двух шагов пройти, чтоб не нанять изборщика, надевающее каждый день новое платье, бросающее в сторону деньги, никогда не сдавшее нужды, для которой немодный цветок есть все большое и несчастье. Неужели Вы согласитесь ради меня расстаться со всеми земными благами? Но у меня же есть деньги. У меня предалка. Пустой! Для того, чтоб прожить десяток-другой тысячи, достаточно лишь несколько лет. А потом... Нужда, слез... Верча, дорогая моя... Моему опыту... Знаю... Знаю, что дает. Для того, чтоб бороться с нуждой, нужно иметь сильную боль, не человеческий характер. Лучше по времени. Подумайте, Варвара Ивановна, на этот шаг большая. Шаг без поворотов. Есть у вас силы? Идите за мной. Нет сил бороться. Оставьте меня. Ох, пусть лучше я буду лишён вас, чем выжавшего покоя. Те сто рублей, что приносит мне ежемесячная моя литература, ничто. Их не хватит. Подумайте же, Варвара Ивановна, подумайте. Но у меня же есть преданное. Сколько? Двадцать? Тридцать? Миллион? Да и потом. Позволю ли я себе присваивать то, что... Нет. Никогда. Я год. Итак, жизнь со мной и лишение, или жизнь без меня и пока. Тридцать... Выгод. Подожди! Заживём на твои тридцать тысяч, так что не пустанек жарко! Благодарю вас. Благодарю вас. Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я не могу. Я богачка, неженка. Не пара вам. Не больше, не больше. Вперед. Но вы правы. Если я буду за вами, я обману вас, не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка. Я жена избойщика. Хуже пекаться и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не им супа и щей. Меня мама садит постоянно. Я не могу я без этого. Я не могу ходить пешком. Я утомляюсь. И потом платье. Все, что вам придется на свой счет шить. Нет, я не могу без этого. Прощайте. Я не достойна вас. Прощайте. Как поправить дело? Какому черту нужно было дернуть меня за язык? Пропала, дядя. Как глупо пропала. Вадимир Высоцкий. Баллада о любви. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегу, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока. А срока был сорок заработок. И чудаки, еще такие есть, дыхают полной грудью эту смесь. И ни награды ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они случайно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленную постелю. Пусть поют во сне и наяву. Я дышу. И значит, я люблю. Я люблю. И значит, я живу. И многому. В странстве и скитании Страна любви – великая страна. И с рыцарей своих воспитания Все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний Лишит покоя, отдыха и сна. Но взбять безумцев, не поворотить. Они уже согласны заплатить любой ценой. И жизнью рискнули, чтобы не дать порвать. Чтоб сохранить волшебную невидимую нить, Что между ними протянули. Я поля влюбленную постелю. Пусть поют во сне и наяву. Я дышу. И значит, я люблю. Я люблю. И значит, я живу. И многих, захлебнувшихся любовью, Не докричишь ты, сколько не зови. Им счет ведет молва и пустословие. Но этот счет замешан на крови, А мы расставим свечи в разговоре, Погибшим от невиданной любви. Но душам их дано бродить в цветах. Их голосам дано сливаться так, И вечностью дышать в одно дыхание. И встретиться со вздохом на устах, На крупких переправах и мостах, На узких перекрестках мироздаки. Свежий ветер из вороных пьянил, С ног сбивал их, Из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, Значит, и не жил, и не дышал. Вновь о любви. От любви до ненависти один шаг, А бывает, но наоборот, медведь. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нехорошо, барыня, Губите вы себя только. Вон, горничная спухарка, О, ягоды пошли, Всякое дыхание радуется. Кошка и так свое удовольствие понимает. По двору гуляет, кашек ловит. А вы сидите цельный день В комнате, словно в монастыре. И никакого удовольствия. Направо, я считаю, Вот прошел, как вы из дома не выходите. И не выйду никогда. Да зачем? Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, Я погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. Ну, к чему эти самые слова? Николай Михайлович померли, Как тому и быть. Божья воля. Царствие ему небесное. Не вешает теперь горевать и травмы носить. Вот у меня в свое время старуха померла, И что ж, Вот у ревангу оплакал с месяц, И будет с нее. А ежели цель не век глаза летит, То и старуха того не стоит. И сами никуда не ездите, И принимать не лилите. Живем, извините, как пауки, Света белого не видят. Эх... Доброго хороших гляденья, А то ведь полом и нет господ. В рыбоке полк стоит, Да с вода офицеры чистые конфеты Не наглядишься. А в лагерях, что не пятница, то бам, И почитай каждый день военная оркестра Музыку играет. Эх, барыня матушка, Молодая, красивая, Гровь с молоком, Жить бы и жить свое удовольствие. Красота-то ведь она не на век дарит. Пройдет годков десять, Сами захотите бабой пройтись, Тогда господам офицерам Хоть глаза пустят. Я прошу тебя никогда не говорить об этом. Но ты же знаешь, с тех пор, Как умер Николай Михайлович, Жизнь потеряла для меня всякую цену. Но тебе кажется, что я жива. Да это просто кажется. Я дала себе кляху до самой могилы Не снимать этого траура и не видеть света. Слышишь? Пусть тень его видит, как я люблю его. Да, я знаю, для тебя не тает, Что он часто бывал несправедлив ко мне, Жесток и даже неверен. Но я, я буду верна ему до могилы. Я докажу ему, как я умею любить. Там, в эту сторону гроба, Он увидит меня такой уже, Какой я была до его смерти. Ну, чем эти самые слова, Пошли бы лучше по саду погулять, А то велели запечь Тоби или великана И в гости. Бабиня, матушка, ну что вы, Христос с вами? Тоби! Ты помнишь, как он любил Тоби? Он всегда ездил на нем к Власовым и Корчагинам. Но как он чудно правил! Сколько грации было у фигуре, Когда он натягивал вождь, а? Тоби! Тоби! Прикажи дать Тоби сегодня лишнюю осьнушку овса. Кто это? Пока скажи, что я никого не понимаю, прошу. Ты видишь, Николас, как я умею любить. Моя любовь гаснет только вместе со мной. Когда перестанет биться мое бедное сердце. Тебе не совестно? Будулся. Обманывал меня. Изменял. Давай, неговерная жёнка, заперла себя на замок. А ты? Тебе не совестно? Баренька, матушка, кто-то спрашивает вас. Говорит, очень срочное дело. Ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Сказал, сказал. Но вешай какой-то так и прёт в комнаты. Я не принимаю. Уж в столовой стоите. Хорошо, проси. Какие невежи. Как тяжелы эти люди. Что им нужно от меня? Ну, к чему нарушать мой сон и покой? Зачем? Видно, и папу придётся уйти в монастырь. Да. Монастырь. Монастырь. Ну, ну, болван, любишь в лоб разговаривать? Ух! Сударыня, имею честь представиться от столовой поручик-артиллерии, зимний владелец Григорий Степанович Смирнов. Что вам угодно. Вынужден побеспокоить вас по весьма важному делу. Но ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум пикселям 1200 рублей. Да как завтра мне предстоит платёж процентов земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне эти деньги сегодня же. 1200? А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овёзд. Лука, не забудь же приказать на конюшни, чтобы в итоге дали лишнюю служку овца. Если Николай Михайлович остался вам должен, само собой разумеется, я заплачу. Но, извините, пожалуйста, к сожалению, сегодня у меня нет свободных денег. После завтра вернётся из города мой приказчик, и я прихожу вам уплатить. А сегодня я не могу исполнить вашего желания. Ну и к тому же, сегодня ровно 7 месяцев со дня смерти моего мужа, и у меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. А у меня теперь такое настроение, что если завтра я не заплачу процент, то буду вынужден вылететь трубы вверх ногами, но меня опишут имение. Послезавтра вы получите ваши деньги. А мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Но сегодня у меня нет свободных денег. А я не могу ждать до послезавтра. Но если нет денег, как странно. Стало быть, не можете заплатить. Я не могу. Это ваше последнее слово. Последнее. Последнее. Положительно. Положительно. Покорнейшее. Благодарим. Так и запишем. На, еще хотят, чтоб я был хладнокровен, а? Встречаются они сейчас по дороге акцизной и спрашивают. А чего вы-то все сердитесь, Григорий Степанович? Да помилуйте, как же мне не сердиться! Нужны мне до зарез утили. Выехал я ещё вчера утром чуть сверх, Объездил всех своих должников, Хоть бы один из них заплатил свой долг, Измучился, как собак, Ночевал в чёртвых век В житовской кончине, После водочного бочонка. Наконец приезжаю сюда, За семьдесят лёрст от дома, Надеюсь получить, А меня угощают в настоящий день, а? Ну как же мне не сердит, а? Ну я, кажется, вам ясно сказала, Послезавтра вернётся приказчик, Вы получите. Да я приехал не к приказчику, а к вам, Такой лешень! Извините за выражение, Мне сдался ваш приказчик, а? Милостливый государь, Я не привыкла к таким выражениям И к такому тону. Я вас не слушаю. Скажите, пожалуйста, Настроение. Семь месяцев назад тому мужу, Да мне-то нужно платить проценты или нет, а? Я вас спрашиваю, Мне нужно платить проценты или нет? Ну, муж у вас умный, Настроение всякое и фокус. Приказчик куда-то уедет, Чёрт его возьми. А мне что приказчик делать, а? Улететь от своих крикиноров На мазушном шаре, что ли, А? Или распежаться И трахнуться башкой о стену. Приезжаю к Груздеву, Дома нет. Ярошевич спрятался, С курицей поругался насмерть, Чуть было в окно его не вышвырнув. У Масутова халерина, По этой настроения И шарта ни одна каналия не платит. Всё из-за того, Что я слишком их избаловал, Что я не у меня терял. Баба! Ну, погодите же, Узнайте вы у меня. Я не позволю жмить с собой, Чёрт возьми. Я останусь здесь, И буду сидеть, пока она не заплатит. Ну, как я зол сегодня! Как золото! Хлопник, я подшилки трясутся, И даже дух захватило, Боже мой, даже дурно делается. Человек! Что вам? Дай мне пас или воды. Какова логика, а? Какова логика? Человеку, когда зарезу нужны деньги, В пору вешаться, а она не платит, Потому что, видите ли, не расположена Заниматься денежными делами. Настоящая женская турнюрная логика. Вот потому-то я никогда не люблю говорить женщинам. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, Чем говорить женщинам. Боже мой, даже мороз по коже не рел. До такой степени разослил меня вот этот шлейф. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, Как у меня выдох на злости начинается с утра, Потому что он круто лечит. Парни больны и не принимают. А ну, пошел отсюда! Больны и не принимают. А я останусь здесь и буду сидеть, пока не заплатишь. Неделю будешь больна, и я неделю посижу здесь. Год будешь больна, и я год. Я свое возьму, маточка. Меня не тронешь трауром, да ямочками за щека. Знаем мы эти ямочки. Эй, Семён! Семён, распрягай, мы не скоро уедем, я здесь остаюсь. Ага. Скажешь нам на конюшке, чтоб овца лошадьям дали? Ты смотри там, скотина, у тебя опять левая пристежная воршу запутана. Да ничего. Ничего? Ну ты задам ничего! Ох, бед. Жара невыносимая, денег никто не платит. Ночь спал плохо, а тут еще этот травм и шлений с настроей. Голова пройдет. Вот что ли выехать, а? Пожалуй, выехать. Человек! Что вам? Дай мне люмку, бодрик! Как? Ха-ха-ха! Ох, да, нечего сказать, хороша фигура. Бодинки грязные, весь в пыли. Немы, ничёс. Барыка чего доброго меня за разбойника приняла? Конечно же, немножко демешли являться в гостиную в таком виде, но да ничего, я здесь не гость, а кредитор. А для кредитора уже костюм не писан. Много вы себе позволяете с утра? Что ты с кем разговариваешь? Я молчу! Я молчу! Я молчу! Как я зол сегодня, а? Так, золушка, весь мир бы стёр в порошок. Фу, боже мой, даже дурно делать зол. Очень чёрные, очень страстные, Очень жгучие и прекрасные. Человек! Как люблю я вас, как боюсь я вас! Человек! Милостливый государь, В своём уединении я давно отвыкла. От человеческого голоса я не выношу книга. Я вас убедительно прошу, не нарушайте моего покоя. Заплатите деньги, и я уеду. Я вам, кажется, русским языком сказала денег, У меня свободных нет, погодите до послезавтра. Я вам тоже имел честь сказать русским языком, Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня. Но если у меня нет денег, ну как странно. Стало быть, не можете заплатить, нет? Не могу. Ну, отлично, житель в таком случае я остаюсь здесь. Да, и буду сидеть, пока не заплатить. Послезавтра заплатить? Прекрасно. Я и до послезавтра посвожу вот таким вот образом. Очень чёрные, очень страстные, Очень жгучие и прекрасные. Вот так вот и буду сидеть. Так, я вас спрашиваю, мне нужно платить проценты, Или вы думаете, что я шучу, а? Не выражайтесь, вам здесь не конюшня. Да я вас не о конюшне спрашиваю, а то нужно мне платить проценты или нет. Милостивый государь, да вы совсем не умеете держать себя в женском обществе. Нет, я умею себя держать в женском обществе. Нет, не умеете. Порядочные люди так не разговаривают с женщинами. Удивительное дело. А как же прикажете разговаривать с вами? По-французски, что ли? Желтой и мадам. Как я счастлива, что вы не платите мне денег. Порядочное беспокоило вас. И сегодня такая прелестная погода. И эта траура вам так в лицо. Не умно и грубо. Не умно и грубо. Это я-то не умею себя держать в женском обществе. Сударик, да на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, воробьев. Три раза я стрелялся на дуэли из-за женщин. Двенадцать женщин я бросил. Девять бросили меня. Да, было время, когда я ломал дурака, Миндаль, челмедоточил, рассыпался бисером, Шатнул ногами, любил, страдал, вздыхал на луну, Раскисал, оттаял, холодел, Трещал, как сорока об аминципации, Прожил на нежном чувстве половину состояния, Но теперь слуга в хор. Меня не принять. Довольно? Очень черный, очень странный, Олые руки, Ямочки. Луна, шепот, робкое дыхание с ударами, Я сейчас за это и медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины, От мала до велика, Ломаки, гребляки, Сплетницы, ненавистницы, Рунишки до мозга костей, Логика, возмутительность. Ладно, а что касается вот этой штуки, Прошу прощения за откровенность, Воробей любому философу в юбке Даст десять очков вперед, Посмотришь на иное поэтическое создание, Ой, кисия, эфир, Полубогимя, Миллион восторгов! А заглянешь в душу Обыкновеннейший крокодил. Возмутительней всего, что этот крокодил Почему-то воображает, что его шедевр, Его монополия и привилегия – Это нежное чувство. Да черт побери меня совсем, Вот повис меня на том гвозде. Разве может женщина любить кого-нибудь, Кроме баллона, как в любви она может Только хныкать и распускать плюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, Там вся ее любовь выражается в том, Что она вертит шлейфом И старается покрепче схватить вас за нос. Вот вы и видите, несчастье будет женщины. Стало быть, по себе, знаете женскую ногу. Скажите мне по сути, Видели ли вы когда-нибудь женщину, Которая была бы искренне верна и постоянно, а? Не видели ли? Верны и постоянно, А не только старухи дома-дома. Скорее вы встретите рогатую кошку Или белого вальчиного, чем постоянную женщину. Да позвольте. Извините, а кто по-вашему Постоянен и верен в любви? Уж не мужчина ли? Да-с, мужчина. Мужчины верны и постоянно. Да какое право вы имеете говорить мне об этом? Какая новость? Мужчины верны и постоянно. Знаете, вкоре на то пошло, я так скажу, Что из всех мужчин, которых я только знала и знаю, Мой самым лучшим был, мой покой любви. Я любила его всем своим сердцем, страстно, горячо. Я любила его так, как может только любить молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему свою молодость, свое здоровье, свою любовь, свое счастье, свои богатства. И что же? Этот лучший из мужчин самым наглым образом обманывал меня. Страшно вспомнить. После его смерти я нашла целую шкатулку любовных писем. А при жизни он на моих глазах укаживал за другими женщинами. Он извинял мне. Он сорил моими же деньгами и шутил над моим чувством. И, несмотря на это, я любила его и была ему верна. И даже после его смерти, когда он умер, я все равно ему еще верна и постоянно. А вы говорите. Верна и постоянно. Трава. Я не понимаю, за кого вы меня принимали, да? Вот я не знаю, для чего вы нацепили это черное домино И навеки погребли себя в четырех стенах. Боже мой, это же так таинственно и поэтично. Проедет мимо усарьбы какой-нибудь юнкер или куцепоэт, Глядит, колотно и скажет. Здесь живет таинственный домар, Которая из любви к мужу навеки погребла себя в четырех стенах. А-а-а. Знаем мы эти фокусы. Что? Так какое право вы имеете калить мне это? Вы погребли себя заживо, так на кого-то не позабыли на будрицах. Какое право вы имеете говорить со мной таким тоном? Не кричите на меня! Я вам не приказчик! Позвольте мне называть вещи настоящими их именами! Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо! Так не извольте же кричать! Не извольте, но это не я кричу, это вы кричите! Платите деньги и я уеду! Я ни копейки вам не заплачу! Мне заплатить на зло ни копейки не получите! Я не имею счастья быть ни вашим женихом, ни вашим супругом! А потому, пожалуйста, не делайте мне цен! Я этого не люблю! Вы сели? Сел! Извольте убираться вон! Уходите! Я не желаю разговаривать с нахалами! Вы не уйдете? Нет! Я уйду! Убирайтесь вон! Я не уйду! Хорошо! Хорошо! Лукас! Лукас! Выведи этого господина! Сударь! Извольте уходить, когда вам билят! Нечего тут! Лукас! А ну, молчи! Я из тебя в салоне сделаю! Ай, дурка! Мой дух захватил! Каша! Каша! Белагея! Этого нет! Все ушли по ягоды! Извольте убираться вон! А не угодно ли вам быть помех? Нет! Вы медведь! Вы грубый медведь! Вы мужик! Вы бурбон! Вы монстр! Крак! Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь, бурбон и монстр! Позвольте, какой-то вы имеете право оскорблять меня! Оскорбляю! А что вы думали, что я вас боюсь? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то можете оскорблять безнаказанно? Да? Барьеру! Сперед! Стрелять! Ой, батюшки воники! А вы считаете, что если у вас здоровые кулаки и пучьи горла, то я вас боюсь, да? Барьеру! Ведь кому не позволю оскорблять меня, я не посмотрю на то, что вы женщина, слава и создание! Медведь! 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 Вот она наконец решится от предрассудков, что только от них женщины обязаны платить за оскорбление! Равноправность так равноправность, черт возьми! Барьеру! Стреляться хотите? Синюю минуту! Извольте! Синюю минуту! После мужа остались пистолеты, и я сейчас их сюда привезу. И с каким же наслаждением! Я влеплю пулю в ваш медный лоб! Черт вас возьми! Я влеплю ее, как цыпленка! Я не мальчишка и не сантиментальный щенок! Для меня не существует слава создание! Батюшка! Батюшка! Роди! Сделай такую милуюсь! Уйди ты отсюда! Напушал до смерти! Еще и стреляться собираешься! Стреляться! Стреляться! Вот это и есть равноправность! Это и есть эмансипация! Тут оба пола равны! Я влеплю ее и спринц! Стреляться! Ну какова женщина, а? С каким, говорите, ослаждением я подстрелю? Еще пули в вашей медный лоб, а? Какова? Ты видела? Раскраснелась! Глаза блестят! Вызор приняла! Честное слово, первый раз такое вижу! Батюшка, роди! Уйди отсюда! Да заставь вечно Бога молить! Вот это женщина! Вот это я понимаю! Не кислятина! Не размазня! Огонь! Порох! Ракета! Ах! Даже убивать шапка, а? Ах! Плачь, дорогие! Да нам не положительно! Нравится! Какой-то яблочке на чехах! А нравится! Готов даже долг просить! Злость прошла! Удивительная женщина! Удивительная женщина! Удивительная! Женщина! Удивительная! Вот они, пистолет! Но прежде чем будем драться, я прошу вас, покажите, как нужно держать оружие! Я никогда не держала в руках пистолета! Спаси Господи! Завязалась на область на нашу голову! Удивительные! Существуют специальные дуэльные пистолеты Бортимера! Некапсульные! А это у вас... Револьвер системы Смит и Вессон! Тройного действия с экстрактором центрального боя! Какие красные пистолеты! Цена таким, как минимум, 90 рублей за пару! Глаза, глаза! Зажигательная женщина! Держать револьвер нужно за сильно поднимать курок! Вот так прицеливайтесь! Немного назад! Выдните руку как следует! Вот так вот! Ага! Потом вот этим пальчиком надавливайте вот на эту штучку! Главное правило! Не суетиться из-за целого тиша! Стараться, чтоб не дрогнула рука! Вот! Хорошо! А в комнатах стреляться неудобно! Пойдемте садки! Пойдемте! Только я предупреждаю, что я выстрелю в воздух! Это еще почему? Почему? Это мое дело, почему? Вы струсили, да? Нет, сударь, вы не виляете, потому что я не успокоюсь, пока не прострелю вашего лба, вот этого лба, которую я так ненавижу! Струсили? Да, струсил! Лжете! Почему вы не хотите драться? Почему? Почему? Потому что вы мне нравитесь! Он еще смеет говорить, что я ему нравлюсь, а? Содорь, вы не виляете, пожалуйста! Можете! Послушайте, вы все еще черпитесь? Я тоже чертовски спешен! Ну, понимаете ли, как бы это так выразиться, да? Дело в том... На... Не... Такого рода история, собственно говоря... Ну да разве я виноват, что вы мне нравитесь, а? Отойдите! Вы не нравитесь, я почти влюблен! А? Отойдите, я вас ненавижу! Боже мой, какая женщина! Я ни разу в жизни не видал ничего подобного! Пропал, погиб! Попал в мышеловку, как мышь! Отойдите, иначе я буду стрелять! Стрелять? Вы не можете понять, какое-то счастье умереть под взглядом эти чудные классы, умереть от инвольвера, который держит эта маленькая бархатная ручка! Я с ума сошел! Ну! Думайте, решайте сейчас! Потому что, если я выйду отсюда, то уж мы больше никогда не увидимся! Решайте! Я, твоим миром, порядочным человеком имею десять тысяч годового дохода, попадаю в турень под брошенную копейку, имею отличных лошадей! Хотите быть моей женой, а? Стреляться! Я ничего не понимаю, сошел с ума! Человек в воды! Так в вольеру! Я люблю вас! Люблю, как никогда никого не любил! Двенадцать женщин я бросил! Девять бросили! Для меня, друг, ни одной из них! Я не любил так, как вас! Разбегонился! Рассиротился! Раскизил! Стою на коленях, как дурак! И предлагаю руку! Стрелять! 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 Пять лет не влюблялся! Дал себе зарок! И вот на тебе! Чурился, как оглоблен чужой кузов! Ну, руку предлагаю! Пять лет не влюблялся! Опять! Пять лет не влюблялся! И не нужно! Постойте. Да? Ничего, уходите. А впрочем, постойте. Нет, нет, уходите. Уходите. Я вас ненавижу. Уходите. Как я зла. Постойте, туда же вы. Я ненавижу. Хотя нет. Палься тигре от этой мерзости. Ну что вы стоите? Убирайтесь. Прощайте. Да-да, уходите. Нет. Ну, постойте. Так куда же вы? Нет, 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 нет. Уходите. Как я зла. Как я зла. Я гимназист. Стоял на коленях, как дурак. Жеморов по коже дерек. Я люблю вас. Не подпадите. Очень мне нужно было в вас влюбляться. Завтра проценты платить. Синокол включился, а тут выиграют. Никогда себе этого не прощу. Я вас ненавижу. Паль. Лука. Прикажи, чтобы на конюшни сегодня Тоби вовсе не давали осад. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Коля Николой! Вагина Руфликулина! Калина Кулаева! Калина Кузьминцева! Елена Воронкова! Елена Черкасова! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей Юрьиченко АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КЛАСИМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вместе не поздничнего вечера очаровательная и неудобношаемая Лариса Берликова. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Елена Васильевна Буланкова Аплодисменты Спасибо вам!